Си, бай, сан, ши, дьо, умница. Группы учеников разновозрастные, от третьего до восьмого классов. Азык китайского преподает Анна Кузнецова. Она прожила в Китае три года и с тех пор очарована и языком, и культурой этой страны. У Анны собственная методика обучения школьников к китайской грамоте. Более игровая форма. То есть они сами придумывают, сами что-то записывают, сами что-то сочиняют. Восьмой класс, например, мальчик предложил сделать проект по конфуцию. То есть мы хотим попробовать обговорить это с директором и выдвинуться, может быть, на всероссийский уровень и защитить какой-нибудь проект по китайскому языку. Китайский принадлежит к числу тональных языков. Слог в нем характеризуется не только звуковым составом, но и тоном, который выполняет смыслоразличительную функцию. Ученица Даша Федотова отмечает, такая языковая особенность не вызвала у нее трудностей в освоении речи. Есть первый тон, второй, третий, четвертый, а пятый – это нулевой. Они очень легкие, потому что запоминаются они нетрудно. То, что Россия и Китай находят общий язык, подтверждает тот факт, что российские школьники теперь могут сдавать ЕГЭ по китайскому. Матвей Новиков стал изучать язык по наставлению родителей и посетил занятия впервые. Новую школу построят или университет какой-то, круто там в Китае где-то, ну в любой стране вообще, то какой-то международный язык все-таки нужен. И сейчас вот самые требовательные – это английский, китайский. Кружок открыт с начала декабря, и в него уже записалось более ста человек. Занятие проходит дважды в неделю для каждой из возрастных групп. По запросу родителей весь прошлый год было очень много обращений, желающих изучать китайский язык. Мы начали искать педагога. Как только пазл сошелся, педагог нашелся, начали набираться группы разновозрастные. И вот буквально с 11 декабря кружок начал действовать в школе. Открытие уроков поспособствовал депутат Совета депутатов муниципалитета Павел Русаков, сам когда-то обучавшийся в стенах ВХТЛ. Проект является уникальным, поскольку это один из первых факультативов китайского в области. Я стараюсь во всех направлениях поддерживать и руководство школы, и детей, и само образовательное учреждение. И я считаю, что в сегодняшнем мире и в том, как складываются отношения между нашими странами, это очень важно. В китайском более 50 тысяч иероглифов. Он считается одним из самых сложных для изучения. Но для носителей не менее сложного русского языка нет ничего невозможного. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.